Космические пространства, заснеженные вершины Гималаев, буйство красок и игра света и тени. Новая экспозиция в историко-культурном центре под названием «Удивительный мир космоса» завораживает с первого взгляда. Красивые, яркие картины, конечно, они такие наполненные. Чувствую, что художник хотел передать эту глубину какого-то такого вселенского масштаба. То есть очень интересно, красиво, все ярко, завораживает. Я восхищена цветом. Я не ожидала, что выставка настолько яркая получится. Ты смотришь на эти работы и вместе с ними хочется взлететь. Большинство работ принадлежит кисти московской художницы-космиста Марии Ивановой. Свою первую серию картин «Великие Гималайи» она создала после знакомства с творчеством художника Николая Рериха. После гор был следующий этап. Это был уже космос, уже более углубленное изучение, познание космоса. Не только материально, скажем так, а именно единство космоса и человека. Для выставки художница предоставила 50 картин не только из циклов «Великие Гималайи» и «Единство космоса», но и работы из новой серии «Энергия музыки». Два таких мощных направления – живопись и музыка – я попыталась соединить в своих картинах. То есть через свой внутренний мир я пропускаю эту музыку классическую великих композиторов – Бах, Бетховен, Моцарт, Вивальди. И это дает какой-то неповторимый рисунок. Также в экспозиции есть работы, созданные Марии с помощью эпоксидной смолы. Это восьмая по счету персональная выставка живописца и первая в «Видном». На выставке представлены как работы самой художницы, так и юных виндовчан. Около 40 художественных и столько же предметов декоративно-прикладного творчества. Работы детей, учащихся от детских школ искусств и художественных кружков, и библиотеки, и энергии. Большой шанс для детей представлять свои работы в одном зале с профессиональным художником. Виндовская детская школа искусств передала для экспозиции 26 работ учеников и 3 работы преподавателей. Мы предоставили ребятам полную свободу творчества. Единственное, что мы им сказали – это космос. И то, как вы понимаете эту тему. Поэтому работы получились, я считаю, очень личные. Каждый по-своему воспринял эту тему. Материалов тоже не ограничивали. Это и живопись, и графика, акварель, гуашь, смешанные техники. Ученик Виндовской ДШИ Иван Королёв для выставки создал сразу две картины. Я изобразила ракету, летящую вперед в пространство. Тут изображены планеты, которых, можно сказать, никто еще не изучил. Приятно очень видеть, когда твоя работа находится рядом с работой мастера. Есть также на выставке и информационный блок, где можно ознакомиться с документами, фотографиями первых космонавтов и узнать интересные факты о полетах. Словом, всем любителям космоса, как говорится, обязательно к посещению. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.